Светлана, я как раз попросил, чтобы вы включили запись, и я хочу тебе показать книгу. Тут как раз таки знаешь, как важно, что белые стороны, черные дыры страха, как использовать энергию страха для творчества и здоровья. И как раз она, если ты ее еще не получила и не видела, то здесь в предисловии, в самом предисловии написано, в самый кризисный момент, когда я спешил сдать рукопись в издательство, пришло письмо от участника нашей школы Светланы Беспаловой из Пензы, которая начала рисовать хорошие картины и писать стихи. И мне вспомнились строчки Николая Некрасова, «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». А Светлана написала, что посылает мне стихотворение к проблеме «Человек и человечность», сопроводив его словами, что полгода писала это стихотворение, потому что тема сложная. И я постарался его в книгу вставить, потому что на самом деле, если глубоко вникнуть, гражданином может стать только поэт в широком смысле. Этому мы учим в нашей школе. И я горжусь нашими участниками из разных стран, совместно с которыми мы создаем науку человечности. Ждем ваших писем и так далее, и так далее. Для развития в человеке, человечности, творца в человеке. Вот это очень важно. Здоровья и счастья всем. Вот начинается в предисловии как раз-таки с твоего сигнала. Так что я очень рад, что у нас такие участники, такие участники, просто бесподобные. Я тебя поздравляю с тем, что ты, когда почитаешь эту книгу, получишь радость. Я тоже получил, когда получил эту книгу, радость, что не я один, а целая школа таких выдающихся людей, которые беспокоятся о том, чтобы был мир на планете, и разум на планете. И открывают себе все больше и больше граней творчества в самых разных областях. От спорта до художественных произведений. Спасибо тебе, Светлана. Спасибо, Хосай Магдамедович. Я вас еще раз поздравляю и вас, и всех участников школы, и всех, кто знает метод «Ключ», с выходом новой книги. Книга потрясающая. И для меня большая честь быть в этой книге упомянутой и просто быть упомянутой. Ну и как бы начать, можно сказать. Ну, твои картины, я с таким удовольствием год или полтора года назад смотрел, которые ты начала рисовать. Я поэтому и свою тоже не применул поставить, чтобы ты посмотрела, если ты ее еще не видела. Это интересно, в том смысле, видишь, девочка, там ревнивец, ревнивец, а здесь юноша такой доверчивый, открытый, с цветочками. Она вот выберет решение. Потому что очень самый сложный вопрос во Вселенной, как по моему представлению, это вопрос, ну, круче его нету. Это вообще вопрос личных отношений. Потому что это такая сложная тема. И та же тема, конечно, чтобы нами не манипулировали. Вот ты мне прислала там записку о том, что в прошлый раз ты смотрела, как мы с Романом Газенко проводили встречу. И там как раз-таки мы говорили о том, чтобы нами не манипулировали. И готовим сейчас к взрывному ролику там, который будет на Телеграме у нас с Тиграном, и со всеми участниками, которые сейчас готовятся к этой встрече, к взрывному ролику, которые откроют многим-многим глаза, как нами вообще манипулируют. И ты мне прислала записку ВКонтакте и свое мнение по этому поводу сказала. Я хочу, чтобы ты эту записку озвучила для всех. Ну, хорошо. Но мое мнение такое, что человек, находясь в постоянном стрессе, но это не только мое мнение, но и известный уже на самом деле, сула, наверное, его уже даже дети знают. То есть человек, находясь в постоянном стрессе, получается, как бы разобщается сам с собой. То есть у него есть психологическая, да, как бы сторона доминанта, и есть физиология. И чем больше стресс, чем больше человек себе накопил напряжение по ходу жизни, тем хуже он слышит свое тело. А тело подсказывает человеку простые движения, какие-то способы, желания его, которыми он напряжение может снять. Там, начиная от покачивания, да, любое там действие, и постукивание пальцами, о чем вы неоднократно говорите, и до занятия с кем-то, что приносит ему удовольствие, чем он занимался раньше, или там, что он хотел делать в детстве, что любил. Ну, то есть здесь вот масса вариантов. И чем больше стресс у человека, чем больше у него психологических травм, причем травмы, ну, здесь тоже очень широкое понятие. У нас вся травма можно получить в силу того, какой нестабильный мир нас окружает, да. Люди опостряют чувствительность, и человек может травму получить, ну, даже от недоброго слова или взгляда, там, буквально, что угодно, там, в магазине продавчика, что-то там покосилось, да, и уже получается лишнее напряжение, с которым человек не сможет правиться. И получается, что человек в своем напряжении, он сжимается, здесь вот можно метафорически сказать, наверное, как пружина. Пружину можно представить, что вот она сжимается, сжимается, и вот так у человека возникают в теле блоки. И они у него блоки и в теле, и физически, они у него блоки, ментальные, в сознании возникают патологические доминанты, которые не дают ему мыслить свободно и видеть какие-то ситуации со стороны. Вот, как у вас замечательная картина есть, человек одновременно участвует в событии или наблюдать с этой стороны, да. Вот. И получается, вот эти патологические доминанты отвлекают энергию и забивают сознание, да, как вот мысленные жвачки или какие-то ситуации, которые человек по нескольку раз прокручивает, не может от них отделаться и переключиться на какую-то нормальную, размеренную, творческую жизнь, осмысливание событий и так далее. Вот. То есть у него нет времени думать, у него нет времени думать, потому что он все время задействован, он все время задействован, загружен, и у него нет места, чтобы он мог подумать, да, конечно, да. И этим пользуются при манипулировании. А как? У меня как бы две версии, как происходит манипулирование, причем оно приобрело такие глобальные масштабы. Вообще, у меня есть такая идея, но она, конечно, никогда не будет воплощена в виду, что методы воздействия технологии, они, например, в продажах должны быть запрещены на законодательном уровне. Ну, я знаю, что это из области фантазии, и никогда это не произойдет в современной жизни. А происходит как раз наоборот. То есть манипулирование происходит через, ну, как я предполагаю, через два основных состояния. Через расслабление. Извини, Света, я тебе одну вещь скажу. Я как-то задумывался, и многие это знают, о том, что самый большой бизнес, вообще-то, приносящий прибыль людям, это война, это порно, это секс, это наркотики. И вот сейчас ты сказала хорошую фразу, что и манипулирование тоже, что это бизнес. Поэтому очень много в интернете разных методов, гипноза там, как управлять поведением человека, так, чтобы, ну, это манипулятивные вещи, и, конечно, они на расхват идут. Так. Ну, еще и потому, что каждый молодой человек хочет овладеть чем-то таким, ему неинтересно, как научиться меньше уставать. Ему интересно, как овладеть вселенной. Правда же? И вот эти зазывные такие, у некоторых блогеров, такие вот сверхспособности, сверхсознания и прочее, и прочее, бесконтактные бои, там, вот это вот про телепатию, там, и прочее, про необыкновенные явления психики. Это зазывные моменты, которыми действительно манипулируют на это, как на крючок молодые люди идут. Вот я тоже на это все время подсаживался, поэтому я это все и изучал. И гипноз, и телепатию, и телекинез, и кожное зрение, и телепортацию, и все что угодно. Потом я понял, что там ничего такого нет, о чем там так много обещают. Так. Да, согласна с вами публика. Ну, и вот мое предположение, моя версия, вот как я понимаю, манипулирование происходит двумя способами, основными, вот самые распространенные, через расслабленные состояния человека, когда ему приятно, его вводят в состояние. Ну, возьмем пример самый простой. Мы пришли в супермаркет, или там в маленький магазин, не важен размер, где играет приятная музыка, где, ну, может быть, еще там сопровождаться приятным запахом, да, там арома, какие-то масла, освежители воздуха используются, и играет приятную музыку, то есть она такая расслабляющая, повторяющая, кстати, вот повторяющая, да, повторяющая движение, снимать напряжение, точно так же и музыка такая, она снимает напряжение, человек расслабляется, и он пришел за пакетом молока, да, допустим, а уходит с целой картиной там пужных и ненужных большей части покупок, то же самое в непеках с одеждой и так далее, и получается, мало того, что как бы это один раз произошло, но так как организм очень быстро привыкает и напоминает состояние приятного, приятных ощущений, каких-то эмоций, заботы о себе, и человек начинает это повторять снова и снова. Опять же, мы творим как повторяющиеся действия, но в данном случае это не упражнения и методы а походы в магазин, которые, то есть человек просто удовлетворяет свою потребность получить тоже приятности для себя, но при этом потратить кучу денег. Второй вариант, то есть когда сняли напряжение, получается, вот первый случай, когда сняли напряжение, освободилось у человека место и туда ему закладывается вот потребность в чем-то, что ему на самом деле было не нужно и зачем он в магазин вообще не сихотел. Это вот простой пример про расслабление. А второй вариант, это создать наоборот у человека какие-то напряжения нагнетанием какой-то обстановки, там, новостей, возьмем даже вот элементарно в интернет вошли, дай, но и на фоне этого, когда происходит реакция страха, да, неопределенности, человек сжимается в напряжении, да, в ожидании какого-то негативного исхода, это его получается исторически, эволюционно, естественная реакция, когда угрожает какая-то опасность, и на этом фоне можно заложить тоже все, что угодно из манипулирования, но и этот инфобизнес, то, что сейчас вот процветает, просто, не знаю, яркий свет тому, пример, свет начинает искать на себя, ну, правильно, как вы говорите, если человек, если ты не управляешь собой сам, тобой управляют другие, еще я сказал важную вещь, что человек может управлять только тем, что им осознанно, все остальное управлять им, вот сейчас ты говоришь, при этом ты сосредотачиваешься на мысли, которые хочешь как лучше ее выразить, и при этом вот так вот немножко снимаешь инстинктивное напряжение, вот это попеременное напряжение расслабления помогает тебе легче думать, да, то же самое то, о чем ты рассказываешь, и в магазине создает это расслабление, и также ты сказала о том, что напряжение тоже создают, нагнетая страх против чего-то, то, что в интернете происходит, а я сейчас скажу, почему вот этот страх вызывает вот это вот, ты сказала, напряжение, когда человек сжимается, сжимается, а это инстинкт, инстинкт выживания, потому что он когда сжимается, он уходит в позу эмбриона, а эмбрион там же защищен, он же там пока был у мамы, он же там был в таком райском состоянии защищенности, это потом у него стресс появляется, когда он уже в реальности, и он сжимается, это инстинкт самосохранения, сжимает человека, он бывает такой же, когда он думает о чем-то неприятном, он сжимается, мобилизуется, у него адреналин включается, это нейроэндокринная система с психикой связана, а когда он, значит, расслабляется, мозг вырабатывает эндорфины, и вот это попеременное напряжение, расслабление, и вот мы будем делать все совместно вот этот взрывной ролик, как нами манипулирует, и мы увидим, как в разных странах различные способы напряжение, расслабление, напряжение, расслабление, то частое, то медленное, и когда целые группы это делают вместе, а при этом там охватывается не только нейроэндокринная система и сознание, потому что там же еще речевки какие-то произносят, вот они делают какие-то действия повторяемые, да, и что-то говорят там, типа мантры какой-то, и это вот загружается именно в свободное сознание, свободное место, там загрузка, то есть одновременно идет снятие напряжения и загрузка, то есть разгрузка с загрузкой, управляемое со стороны, да, это очень интересно, я думаю, многие тут догадаются, где и как это происходит, потому что это же танец шамана, это там и передоходы, но это все хорошо Тигран расскажет, и Роман Газенко расскажет об этом, где и как это происходит в разных странах, вот видишь, как интересно ты тему так освещаешь, спасибо тебе, Светлана, большое, еще хочешь что-то сказать? Да, хочу, я хочу несколько вещей сказать, во-первых, про, вот, ну вот вы упомянули там, когда в группах это происходит и сопровождается ну, каким-то, ну, речитативом, каким-то повторяющим или звуками, или словами, что тем не менее действует, и здесь еще момент, то есть не просто идет вербализация, но и человек слышит себя, свой голос со стороны, он как бы отстраняется, ну, то есть это двойное воздействие получается, то есть он мало того, что говорит, он еще и слышит себя и других, а, ну, когда это происходит, в группе, то воздействие это усиливает, здесь энергетический эффект уже, вот, и в этот момент очень легко положить человеку то, что, ну, требуется в той ситуации, где он находится. Света, извини, пожалуйста, одну секунду я перебью, а то забуду. Ты знаешь, я где-то читал, что в Индии раньше, чтобы у детей отбить страх от всяких, ну, там, лягушечек, там, или еще от каких-то мошек, и так далее, и так далее, музыку, включали такую, хорошую музыку, и в это время давали им в руки, там, ужа, там, какую-то змею в руки, они переставали их бояться, вот соединяли приятное вот с этим, то, что вызывает страх, и таким образом создавали связь, и таким образом воспитывали небоязнь к этим животным и ко всяким пресмыкающимся. Видишь, оказывается, манипуляция использовалась и в позитивных отношениях, в плане так, чтобы научить детей не бояться чего-то. То есть, манипуляция, она может быть не манипуляция уже, как такова, сам механизм напряжения, расслабления, соединение приятного с ранее неприятным в определенном состоянии после снятия напряжения можно соединять. Это есть разгрузка с перезагрузкой, да. А у нас много ликбезов бесплатных, где мы как раз об этой разгрузке рассказываем, чтобы человек мог научиться снимать страх и вообще использовать напряжение страха для создания произведений или еще достижения решения тех вопросов, которые никак решить не может. Извини, я тебя перебил. Ничего. Вот. Что касается позы эмбриона, которую вы упомянули, да, говоря, что там от страха человек сжимается. Я на днях была свидетелем, как парня на улице стал плохо сердцем. Ну, то есть, человек просто согнулся и сначала он пытался опираться на бордюр, на улице, а потом просто сел на газон. И когда мы несколько человек пытались оказать ему помощь, то есть, стали выяснять, что произошло и так далее, вот я на что обратила внимание, когда мы ему предлагали лечь, да, вот он отказывался, он говорил, что ему легче именно сидеть и я вот даже видела по его лицу вот что ему встречено вот так вот сжавшись, да, кому-то ему так было легче физически и как бы психологически. Вот. И да, это на самом деле происходит инстинктивно. Ну, кстати говоря, на эту тему парня спасли, я хочу сказать сразу, но на эту тему у меня родилось стихотворение, если есть возможность, я могу его сказать. Оно, оно, кстати, такое, это про суть жизни, про то, как мы в туитете не замечаем простых вещей и про то, что нужно быть отзывчивыми и выходить вот из этих своих патологических, в том числе доминар, когда все бегут мимо, несутся и не видят, что кто-то нуждается помощи элементарно, потому что уже не могут переключить свое внимание на какие-то естественные вещи или на то, что происходит рядом. Потому что, ну, пытаясь оказать помощь, там, не остановилась вообще ни одна машина, как я там на дороге не голосовала пока мы скоро издали, но это было такое, конечно, событие, ну, слава богу, что оно хорошо закончилось, но вот родился стих. В повседневности будней грань хрупка между жизнью и смертью человек под светофором упал, увидела издалека, прихватила сердце. Что с тобой, парень? Какую ты рань? Годков, небось, тридцать. Чекань удары сердцем, чекань, вели сердцу биться. Милок, тебе еще жить, да жить. Твои-то годы, жениться, дом строить, детей растить, закон природы. Держись, парень, дыши, дыши, скоро и близко. Врачи уже рядом, поспеши, вспомнились низко. Слава богу, успели, будет жить. Средь дорог перепутья, продолжали на светофоре люди спешить. Суетливые сутки. Спасибо, спасибо, Светлана. Спасибо большое, спасибо. Очень трогательное стихотворение. Спасибо. Хасим Гамедович, оно такое немножко о таких грустных вещах, да, вот, хочу еще внести нотку позитива, вернемся к упражнениям волна, которые все так полюбили, я надеюсь. Это самое лучшее упражнение года, года, самое лучшее упражнение года, так. у меня пришла такая мысль вообще, что волна, это же не просто волна, что может быть волной, это как в качестве совета или каких-то моих находок и открытий, применения вот этой волны, да, ведь волна это не обязательно волна на воде, волна может быть, когда дует ветер, вот, если посмотреть на деревья, да, как красиво они гнутся и качаются, это тоже, то есть это, по сути, любое плавное движение, волну можно делать не только снизить, да, и так, да, сидеть, мы сейчас спьем, да, это могут быть движения ногами, вот у меня, например, был такой случай, я лежала, когда не могла уснуть, и я начала делать волну, то есть волна сразу там приходит, ну, первое, что мне приходит, обрыв, это пруд, это вода, и сидишь на бережочке, например, или там на мосточке, и ножками в воде вот так вот вводишь, да, приятно, ну, лежишь в кровати, да, ножками в воде, в воде не имеешь, возможно, вот ты это представляешь, и ноги сами в себе, вот начинают в ступне, вот они туда-сюда, вот такие начинаются повторяющие движения, то есть можно моделировать вот как угодно, какой обрыв приходит. Светлана, я хочу, знаешь, что тебе сказать, очень многие люди, вот, которые смотрят наши ликбезы бесплатные, на вебинарах участвуют, ролики какие-то наши, наши школы, чайбольщики, хомофатурсы, они вот иногда бывают, меня это очень огорчает, внешнюю часть механическую понимают, а суть не улавливают, некоторые, некоторые, не все, вот, например, сейчас синхрогимнастика, или, например, у нас есть упражнение в методе ключа, шалтай-болтай, сейчас очень много появилось роликов жгонка, жгонка, когда человек стоит и вот так делает, опять же, там суть потеряна, потому что в жгонке там, верите, но там называется, или как, это как в народной культуре, это есть, но все время видят только механическую часть, ключ это психофизиологическая часть, где сознание включено, подсознание включено, и организм, то есть тело само включено, а не только тело, они видят только телесную часть, и поэтому забывают, что в методе ключ, вектор внимания во время всех приемов и упражнений направлен ни на тело, ни на выполнение правильности движений, а на то, что движение это есть инструмент для лучшего мышления, для переживания оптимального, каких-то проблем, чтобы найти какие-то решения, для творческого подхода, а там все время на тело оборачивается, и вот меня сейчас недавно жгонку эту все время присылают, вот посмотрите ваш Алтай-Балтай в жгонке, ну там раскрученный какой-то сайт, и там жгонку показывают, и ни слова не говорят, о том, что внимание должно быть направлено не на тело, а не только телесную часть и демонстрируют, получается опять обычная механическая физкультуру, а ключ это как раз таки это метод синхронизации всех уровней, чтобы человек был целостный, а целостный человек это какой-то созидающий, это совсем другое, да, тут одновременно и здоровье поправляется, одновременно и задачи он решает, которые раньше были недоступными, и это для всех сейчас хочу сказать, чтобы как-то обратили внимание, что вектор внимания у нас в упражнениях ключа не на сами упражнения, а на решение тех проблем, которые вас волнуют, ты готовишься к экзаменам, там думаешь об экзамене, делаешь эти приемы, чтобы снять зажатость, а не о том, как эти приемы делать, поэтому мы использовали для создания этих приемов инстинктивные действия человека, которые он сам невольно делает, мы их не придумали, а подглядели у природы, что человек делает сам, показали ему, вот как ты сам делаешь, когда ты нервничаешь, когда ты нервничаешь, ты ходишь туда-сюда по комнате, ногой качаешь, голову чешешь, а если ты сделаешь эти действия сознательно, как упражнение, несколько раз, потом ты можешь управлять своим состоянием уже без помощи этих качаний, ну вот это такое вот, извини, еще раз, давай дальше, вот, да, с прокачанием, это все верно, это подмечено у природы, еще, кстати, забываю, уже который раз, когда общаемся, сказать про шкалу стресса, вот начало-начало, основа-основа, у меня со шкалой стресса, вот когда мы руку вот так поднимаем, да, и меряем тут свое состояние, 10, это шторм, это штиль, да, это 10, а это штиль, вот Константин Михайлов сделал свою шкалу, да, которую вы всегда показываете, ну, он сделал ее на дереве, да, и мы его очень благодарили, и в книге об этом написано, да, и вот здесь шторм, а это штиль, это ноль, нулевое состояние безмятежности эмоциональной. Вот сейчас добавлю новый образ, может быть, кому-то придется по душе и облегчит понимание, ну, вот понимание вообще, что мы меряем и, ну, какие образы могут быть, что такое шкала стресса. Вот во многих городах раньше на домах, на зданиях были градусники большие, такие, которые показывали температуру на улице, сколько градусов, да, погоду. Вот в моей пенсии такой градусник был, и там даже одно время открывался, открывалось кафе, оно называлось градусник, и под ним стояли столики. И вот однажды, когда, вот во время вебинара, когда вы говорите измерите свое напряжение, мне вдруг пришла вот этот образ, пришла вот эта картинка из памяти, когда стена дома, во всю стену вот этот градусник, и там, ну, а под ним стоят столики, и вот представить, что там газон, внизу травка, и вот наверху вот этот пик, вот пик, это пик стресса, да, а вниз мы спускаемся, и там травка мягкая, и по ней можно ходить босиком, можно сидеть за столиком, под зонтиком, да, там мастон, пенечки, и так хорошо, и такое расслабление, то есть вот такой вот образ может быть кому-то, кто-то вспомнит свою картинку, и получается, что так померил, и так по шкале, я еще, кстати, когда меряю скалу стресс, я сопровоздаю голосом, допустим, ну, сейчас покажу, вот допустим, я меряю, да, сколько у меня так, вот здесь где-то, и опускаемся вниз, рычажок, поехали, все, и мы, все, и мы, и мы, и снижается, да, эта виртуальная шкала помогает, она с обратной связью, чтобы можно было измерить свое состояние тут же, и тут же его улучшить, так, то есть психологической оценки своей, ты добавляешь физиологический, там, голос, да, и как бы голос вот это убавляешь, можно точно так же в обратную сторону, если там низкое давление, или там хочешь как-то активизировать что-то, тонус поднять, тонус поднять, да, тонус прибавить, и, кстати, использование голоса очень хорошо помогает, вот то, что у вас во многих роликах было распевание, да, с словами, без слов, как угодно, через вербализацию, то есть подключить голос, и уже физиология задействована, когда начинается, ну, когда упражнение подобраны, я, кстати, думаю, что в подворе упражнений очень многие проходят путь, чтобы сначала, как же, какой же секрет этого ключа, какой же ключ будет конкретно от меня, вот, наверное, думает большинство людей, когда знакомых нет, когда с ним сталкиваются, и сначала, ну, вот, как у меня было, я начинала вспоминать в детстве все, что я любила, и как я любила, там, ну, махать руками, вот там, как девочки стоят, там, или, там, какие игры были, море волнуется раз, море волнуется два, там, там, покачивает, да, какой-то, и море волнуется три, фигура замри, то есть детские игры, детские занятия любимые, а потом уже по мере освоения ты понимаешь, что созвучным тебе может быть именно вот тот момент, когда ты делаешь здесь сейчас любое движение, из него ты можешь сделать упражнение, даже вот, когда ты не можешь заснуть, можно палец Хаджи Мурата, я, я, делаю два пальца Хаджи Мурата, у меня два Хаджи Мурата, здесь Хаджи, здесь Мурат, что ты подсказала сейчас, да, спасибо, это для многих лучше, хорошо, да. Один, допустим, в одну сторону палец, другой идет в другую, руки просто удобно положить, постепенно ты вот начинаешь так делать, сначала ты как бы контролируешь, что вот они у тебя уходят, да, то есть сначала ты механически делаешь, а потом отпускаешь на автомат, и они начинают на автомате, и в этот момент ты погружаешься в сон, да. Это хорошо, что ты это сказала, спасибо тебе. Я сейчас хочу сказать для тех, которые впервые смотрят наши ролики, вот сейчас вот, например, таких тоже очень много, и они просто подумают, что за движение, что за палец такой, что там, о чем мы вообще говорим, не поймут. там у нас есть на канале Хаса Элиф, метод ключево, у нас на этом канале есть плейлисты, поэтому новичок, который хочет понять, о чем вообще метод ключ, на чем он построен, может плейлист открыть спокойно и посмотреть, там очень много объяснений, что такое метод ключ, и так далее, для новичков, там метод ключ для новичков, плейлист такой. Потому что я смотрю, сейчас очень часто под роликами начинают задавать вопрос новички, а с какого ролика мне начинать? Ну, то есть, это, кстати, тоже творческий мысль человек, то есть он пытается найти решение, или он ждет готовый ответ? Находясь... Потому что у нас всех в школе приучили подражать, и поэтому девочки, они старательные такие, вот они все время берут, а как делать вот именно так? Как руку именно поднимать? Именно вот так поднимать, или вот так поднимать? А на самом деле не важно, как поднимать, там надо как раз таки делать так, как вам максимально комфортно, решая какую-то проблему. Ну, там посмотрите в этом плейлисте, и поймете, о чем идет речь. И вообще, выходите на бесплатные ликбезы, наш канал удивительный, он уникальный, во всем мире, потому что мы бесплатно даем то, что бесплатно никогда не дают. Мы бесплатно даем приемы, с помощью которых можно снять стресс, научиться снимать стресс, готовиться к стрессовым ситуациям, научиться быть спокойным в разных обстоятельствах, обрести вот это самообладание. И главное, как вот эти последние книги наши, я еще расскажу, что предыдущая книга была год назад, она уже бестселлер, метод ключа от комнаты страха твоего мозга. А вот последняя книга, которая вышла месяца полтора назад, как использовать энергию страха, уже не просто так вот, а белые стороны, черные дыры страха. Вот тут есть потрясающие приемы. И вообще я заметил, сейчас люди все больше и больше начинают говорить о том, что мир спасет человечность, то есть чем мы занимаемся созданием науки человечности. И второе, я недавно смотрел ролики таких выдающихся психологов, которые вдруг начали говорить уже о том, что можно негативные эмоции использовать для позитивных движений, для позитивного развития в жизни. Негативные использовать. То, о чем мы все время утверждали и говорили, слава Богу, они нас смотрят, оказывается. Я очень рад. И в заключении нашей встречи, Хатай Мегамедович, я хотела бы прочитать стихотворение про сосны, потому что они мне навеяли, то есть ключи сосны как-то соединились, и ваше стихотворение, та большая сосна, затружила меня, затружила меня, помню, вы читали, да. И я приехала в свой родной город детства, он среди сосен, и я вот наблюдала, как они качаются, и вот это же покачивание, та же волна, и у меня растилось стихотворение. Если есть у нас минутка, я его хочу зачитать. Мои сосны вековые хорошо качаться с вами и макушками тянуться к небесам под облаками, ствол обнять, в горе прижаться, янтаря смолы коснуться, мощью вашей наслаждаться, в запах хвоя окунуться. Как люблю вас, великанов, высокие, крепкие, могучие, среднебесных океанов кроной вмиг разгонят тучи, ветры заведут тревоги, заскрепите вы стволами, все видны с высот дороги, лишь мудрейте с годами, искары корабли в детстве, помню, смастеришь весною, в парке с вами по соседству пустишь сталую водою, наберешь в карманы шишек на поделки или к бою, защищаться от мальчишек, а в костер подбросишь хвою, я б сосной хотела статься, вековой, вечно зеленой, с синевой небес встречаться выше немогучей кроной и качаться, и качаться. Отлично! Спасибо тебе! Я сейчас, знаешь, что вспомнил? Я скажу напоследок сегодня, до следующей встречи. Дело в том, что однажды я был у муженки на конференции, и моя приятельница, Мила Раткевич, которая в свое время белку-стрелку готовила в космос, помнишь, белку-стрелку, она оказалась там тоже, и вот мы стояли там, значит, смотрели на эти вековые, вековые деревья, вот эти сосны, такие высокие, я забылся, смотрю на эту сосну туда, она говорит, подошла ко мне и говорит, тебе это доступно, она, ну, как бы, вот это ощущение, тебе это доступно, то есть не всякому ведь это доступно, вот это увидеть сквозь качание этой сосны, вот это безмолвие, безвремение, безмятежность вековую, как вечные ценности, на которые можно опираться в жизни, когда у человека стресс, он может вспомнить вот это вот, тебе это доступно, а я говорю, ну да, мне доступно, мне это было естественно, но оказывается то, что тебе кажется естественно и самоочевидно, не всех для людей так самоочевидно, когда ты это рассказываешь, это очень трудно, но когда она мне сказала, тебе это доступно, я понял, о чем она говорит, я хочу понять, это только женщинам что ли доступно, мужчинам же тоже это доступно, наверное она меня поэтому спросила, не знаю почему спросила, мы были друзьями, я никогда потом не догадался ее переспрашивать, тебя хочу спросить, вот ты когда выходишь в эфир, чтобы мы допустим поговорили, или по другой какой причине, или пишешь комменты какие-то, или там стихи пишешь, ты кому их пишешь, женщинам или мужчинам? кого ты вот видишь перед собой мысленно? вот я в последнее время больше вижу женщин, потому что они ко мне обращаются, у кого нога болит, у кого рука болит, кто помолодеть хочет, ради Бога, мы всех делаем молодыми, счастливыми, несмотря на обстоятельства, а вот в последнее время стал замечать и молодых людей, это подростки, подростки, ребята, которые очень интересуются, как устроен мозг, как работает мозг, как можно использовать энергию стресса, как стресс-трамплин для своих достижений, вот меня это очень радует, вот ты кого видишь перед собой мысленно, кто у тебя, зритель или редактор? Ну, если стихотворение тематическое, то я вижу, либо это какое-то безвременье и вот такое философское спокойствие, в котором вот это пишется, либо это непосредственно участники событий, о ком идет речь, я вижу образы, я вижу все образы, о которых я пишу. Да, но ты кому пишешь? Чтобы кто читал? Вот ты его читателя как бы перед собой представляешь, нет? Или не представляешь? Нет, нет, нет. То есть я вижу, как для всех, для всех. Да, но когда для всех, я подумала. Вот когда ты для всех пишешь, поддерживающий образ какой-то, подсознательный, есть или нет? Или ты не задумывалась пока об этом? То есть я когда обращаюсь ко всем, у меня какое-то, как будто бы ты к небесам обращаешься, как будто к Богу обращаюсь. То есть вот... Какой-то философскому безвременью, вот такому, к чему-то вечному, плавному, спокойному, открытому, может быть даже к небу, я бы сказала. Удивительно, удивительно. Мне интересно, что нам напишут в комментах. Какой у кого может быть вот этот образ, кому он обращается, когда он пишет стихи, там поет какую-нибудь песню для кого-то. Он для кого-то конкретно поет или для всех в этот момент поет. Когда он наедине остается, он со своим внутренним, вот этот внутренний диалог, который у него, у него вот это общество, общечеловечность и человечество, у него это кто? Оно персонализировано как-то? Или это какое-то, ну такое безвременение тоже? Я поэтому хочу сказать, что когда человек попадает в экстремальные ситуации, чрезвычайные ситуации, время сжимается, ему надо резко принимать неординарные решения, как выйти из положения, как правильно быть, как совершить правильное действие, как понять и сделать правильно. В этот момент, мне кажется, он может опираться только на высшие общечеловеческие ценности, на вечные. То есть в условиях сжатия времени, когда у него нет времени, когда все вот эти заготовки, которые в школе учился, в институте, в жизни и так далее, все выпадают сразу. Новые обстоятельства, неопределенность, экстремальная ситуация, как быть? Вот, видимо, надо тренироваться, вспомнить вечные человеческие ценности. Вечные человеческие ценности, да. Это будет точка опоры, мне кажется так. Ну, спасибо тебе, Светлана. Спасибо вам, Хосеан Гамилович. До встречи. Ну, вот, в следующий раз сделаем еще ролики, и пускай наши участники Школы Человек Будущего, Homo Futurus, пишут нам записки, и мы подключаемся, и делаем очередную встречу. Таким образом, бесплатный ликбез продолжается. Скоро у нас будут и вебинары, новые вебинары, и, пожалуйста, я могу сказать сразу, сразу это будет и с Романом Газенко вебинар, и будет этот вебинар с Шейлой, и будет вебинар с Альеном. Ну, давайте, пишите, кто хочет, с кем мы хотим, чтобы вместе проводили вебинары. До встречи, друзья. Светлана, еще раз тебе спасибо. Ты герой нашей новой книги. И там много таких героев, которых я тоже одновременно со Светой поздравляю. До встречи. А там все, ждем книгу. Спасибо, Хосай Магомедович. Удачи. Всего доброго. Продолжение следует...